В конце 40-х годов 20-го века в Советском Союзе приступили к созданию системы комплексной защиты против атак с воздуха. Аналогов этому дорогостоящему и сложнейшему проекту в мире еще не было. Зенитно-ракетный комплекс С-25 в фильме «Оружие». Исследования в области управляемых зенитных ракет в Советском Союзе начали проводить еще в 30-е годы. Этим занимался созданный по инициативе начальника вооружений Красной Армии Михаила Тухачевского реактивный научно-исследовательский институт. В его стенах работали выдающиеся ученые, инженеры и конструкторы. Среди них будущие академики Сергей Королев и Валентин Глушко. В 1936 году удалось довести до испытаний зенитную крылатую ракету под индексом 217 с пороховым двигателем. Однако уже через год реактивный научно-исследовательский институт как детище врага народа Тухачевского подвергся чистке. Руководство института было арестовано. Многие конструкторы-ракетчики погибли. Значительное их число оказалось в тюрьмах и лагерях. По этой причине исследования в области управляемого зенитного ракетного оружия прекратились. Лидерство в ракетной гонке захватила Германия. Во время Второй мировой войны ей удалось разработать и в широких масштабах применить баллистические ракеты дальнего действия, самолеты-снаряды, управляемые планирующие бомбы с ракетными двигателями, ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», реактивные противотанковые гранатометы и реактивную артиллерию. Были разработаны и подготовлены к серийному производству несколько образцов управляемых зенитных ракет «Шметерлинг», «Вассерфаль», «Рейнтохтер», «Энциан». Приступая к разработке первой зенитно-ракетной системы «Беркут», в дальнейшем получившей индекс С-25, советские конструкторы использовали опыт германских ученых-ракетчиков, которые были вывезены в СССР. Однако сложность и масштаб поставленных задач были настолько велики, что многое приходилось начинать с нуля. Работы по созданию системы ПВО С-25 велись параллельно по всем направлениям. Первой на испытание была представлена радиолокационная станция наведения ракет «Б-200». А 25 июля 1951 года на полигоне «Капустин-Яр» был произведен первый пуск ракеты «В-300». Капустин-Яр – ракетный полигон в северо-западной части Астраханской области. Создан в 1947 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Название дано по старинному селу, ныне поселок городского типа «Капустин-Яр», расположенному поблизости. 16 марта 1962 года полигон «Капустин-Яр» стал космодромом. Отсюда был осуществлен запуск спутника «Космос-1». Проектирование управляемой зенитной ракеты «В-300» развернулось в ОКБ номер 301 Семена Лавочкина в сентябре 1950 года. Опытно-конструкторское бюро номер 301, ныне НПО имени Лавочкина, создано в сентябре 1939 года. С 1940 года возглавлялась авиаконструктором Семеном Лавочкиным. Первая конструкция — истребитель ЛАК-3. За выдающейся работы по созданию во время Великой Отечественной войны новых типов истребителей ЛА-5 и ЛА-7 ОКБ-301 было награждено Орденом Ленина. Начиная с 1945 года, бюро проектировало истребители с реактивными двигателями. Разработка ракет военного назначения была наиболее засекреченной частью тематики КБ. В-300 — ракета с вертикальным стартом, разделенная на семь отсеков. Она была выполнена по схеме «Утка» с размещением рулей управления на одном из головных отсеков. В-300 оснащалась радиокомандной аппаратурой. Работы над проектированием первой зенитной ракеты В-300 начались в сентябре 1950 года. Уже через 10 месяцев, 25 июля 1951, на полигоне «Капустин-Яр» был проведен первый опытный пуск. Полигонные испытания ракеты проводились в два этапа и завершились осенью 1952 года. Всего было проведено около 30 пусков, в ходе которых проверялись режимы управления. Летные испытания зенитно-ракетного комплекса С-25 по самолетам, то есть обнаружению, опознанию и классификации цели к условному наведению на нее ракеты, проводились практически ежедневно. Работа шла трудно. Задач такой сложности и объема конструкторам прежде решать не приходилось. Команды на ракету и управление ракетой подавались со станции. Система координат вырабатывала наведение ракеты на цель. Поэтому здесь чисто командное управление ракетой для поражения цели. Ошибки системы были большие. Не укладывались в допуски, которые были заложены в этой системе. К работе по реальным воздушным целям, боевым стрельбам, приступили в начале 1953 года. Они проводились в несколько этапов и постоянно усложнялись. Сначала ракетами стреляли по мишеням, которые опускались на парашютах. Отработав эту фазу испытаний, перешли к следующей. В качестве мишеней стали использовать дальние бомбардировщики Ту-4, а затем фронтовые реактивные бомбардировщики Ил-28. В целом в испытаниях зенитно-ракетного комплекса С-25 было задействовано 33 полигона и проведено более 80 пусков. Боевые характеристики соответствовали предъявляемым требованиям. В-300 зенитная управляемая ракета с осколочной боевой частью. Длина 11,4 метра. Диаметр 65 сантиметров. Стартовая масса 3580 килограммов. Двигатель жидкостно-реактивный. Разработка, испытания и внедрение в серию зенитных управляемых ракет В-300 опередили аналогичные работы в США примерно на 3-4 года. В дальнейшем В-300 несколько раз модернизировались. Совершенствовалась двигательная установка. Были увеличены дальность и поражающая способность. За создание этих ракет в 1956 году ОКБ-301 было награждено Орденом Трудового Красного Знамени. Главному конструктору Семену Лавочкину во второй раз было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Одновременно с работами над зенитно-ракетным комплексом С-25 в Подмосковье развернулось грандиозное строительство. На расстоянии от 50 до 90 километров от Москвы были возведены сотни железобетонных сооружений и бетонированных площадок для размещения радиолокационных станций, пусковых установок ракет, командных пунктов и других объектов системы ПВО Московского промышленного района. Прокладывались сотни километров ракадных дорог и путепроводов. Окончательная сборка сотен узлов, блоков и конструкций зенитно-ракетного комплекса С-25 и сдача его в эксплуатацию была поручена СМУ-304. Молодой коллектив успешно справился с поставленной задачей. Серийное производство началось еще до завершения испытаний. К выпуску комплектующих было привлечено около 50 заводов. В июне 1956 года комплекс С-25 заступил на боевое дежурство. Ракета В-300 впервые была открыта показана на военном параде в Москве 7 ноября 1960 года. И два с половиной десятилетия открывало прохождение парадных расчетов зенитных управляемых ракет в войск ПВО страны. С-25 стационарная зенитно-ракетная система. Название по классификации НАТО ГИЛД. Дальность поражения целей до 35 километров. Высота поражения целей от 5 до 20 километров. Максимальная дальность сопровождения целей 54 километра. Максимальная скорость поражаемых целей 1250 километров в час. Система способна обнаруживать и сопровождать одновременно 20 целей наводя на них 20 ракет. С выводом комплекса С-25 на боевое дежурство была успешно решена задача с максимальной надежностью обеспечить оборону столицы Советского Союза. Система была построена по принципу эшелонирования. Зенитные ракетные комплексы располагались по двум концентрическим окружностям относительно центра Москвы. Стартовые позиции были связаны бетонированными шоссейными дорогами, которые обеспечивали повседневное обслуживание, а также маневр боекомплектом ракет в боевых условиях. Внутреннее кольцо диаметром 50 километров соединяло 22 позиции. Внешнее 90 километров 34 позиции. Радиолокационные станции раннего обнаружения располагались на расстоянии 100-260 километров от внешнего кольца. Еще 4 станции располагались в 25-30 километрах от центра столицы. Недостатком комплекса было его стационарное размещение, которое потребовало огромных затрат на строительные работы. Для управления системой С-25 предусматривались центральный и 4 локальных командных пункта. Перед стартом зенитная ракета устанавливалась вертикальное положение. На пуск 20 ракет требовалось всего 50 секунд. При массированном воздушном налете система обороны Московского промышленного района могла одновременно обстрелять до 1120 целей. Всего было изготовлено развернутое и принято на вооружение 56 серийных комплексов С-25 в системе ПВО Москвы. Комплексы неоднократно модернизировались, улучшались характеристики радиоэлектронного оборудования, модифицировались ракеты. Система С-25 в боевых действиях не участвовала. Однако разведывательные самолеты НАТО, летавшие в начале 50-х годов прямо через Москву, с введением С-25 больше там не появлялись. Система С-25 стояла на боевом дежурстве до 1982 года. Именно с нее началось бурное развитие зенитно-ракетных комплексов различного класса и назначения. Рассказ об этом в следующих фильмах «Оружие». «Оружие»